Никакой. Мы наступаем на одни и те же грабли. Ни один президент США, кого бы ни избрали, не будет никогда выгоден России. Лично я давно не сомневался, что победит Клинтон. Мне кажется, вся эта история с Трампом, это знаете, как в свое время выводили Зюганова и Ельцина в 1996 году. Потому что будь у Ельцина с тем рейтингом другой соперник, он не исключено, что Ельцин бы проиграл. Поэтому нужно было выставить, в этом была задумка. Как уверяют нас, что это придумали американские политтехнологи, было много таких разработок, чтобы обязательно во втором туре столкнулся именно Зюганов и Ельцин. Посмотрите, вот с одной стороны, какое-никакое, а добро, Борис Николаевич, его абсолютный зло, хочешь, плетку, заново выбери Зюганова и прочее. Здесь, мне кажется, наблюдая за динамикой развития вот этих вот выборов, тоже многие странные очень вещи, ну хотя бы самые элементарные, Трамп допустил множество высказываний, за которые его, в принципе, надо привлечь по суду, именно юридически, да, он делал достаточное количество высказываний, за которые там, ну другому уже подавались бы иски, вот, он бы не вылезал из судов, и как бы очень сложно было бы ему вести предвыборную кампанию. Этого не происходит, да, то есть все его, ну, те, кто мог Трампу составить какую-то конкуренцию, они по тем или иным предлогам либо устранялись, либо снимались и прочее, и вдруг вот Трамп вот так вот неожиданно выскочил на передний план. Да, он, конечно, интересный, интересно то, что говорит, но всегда, когда человек говорит что-то другое, чем это принято, он всегда интересен. Ну вот, но тем не менее, я просто вот уверен, что специально было выведено, вот, на последний круг Клинтон и Трамп, чтобы в конечном итоге американский народ подумал бы и выбрал все-таки Клинтон. Хотя бы по приколу, вот, у нас уже, говорит, был темнокожий, а вот теперь давайте это. А в следующий раз давайте мы какого-нибудь там одноглазого выберем. Ну, это же прикольно, это же любопытно. И вот эта вот наша ошибка, которая все время там слоны или ослы, да, там, ну, по эмблемам партий американских, да, вот кто будет выгоден России? Никто. Вот никто абсолютно, и если с этим ждать какие-то, значит, связанные надежды, вот, то, что что-то изменится, это не так. То есть почему Трамп говорит такие вещи, а Россия вроде бы нам приятные? Ну, потому что Клинтон говорит диаметрально противоположные. И если бы Клинтон говорила, что там, я попытаюсь как-то наладить отношения с Россией, вот, Трамп бы говорил, нет, Россию надо бомбить. Вот, это просто вот игра на противоречие. Поэтому нам, России, не будет выгоден никто. И то, что они сейчас говорят, и то, что будет, когда кто-то из них придет к власти, это, ну, далеко не одно и то же, да. Там же ту же ситуацию с Обамой взять, которого мы считали, там, нашего, там, даже шутка такая ходила, как все радовались в России приходу к ее власти, и говорили, что огромный путь проделала Америка от хижины дяди Тома до Барака Обамы, вот, что будет это как-то нам хорошо, как-то изменится политика, и были вроде симптомы этого, но нет. Так что надеяться, что кто-то там победит, и нам от этого станет здорово, не надо.